Михаил, здравствуйте! Здравствуйте, Михаил! Добрый вечер! В первую очередь, Михаил, я бы хотел вам сказать большое спасибо за то, что все 10 месяцев, эти страшные 10 месяцев, вы приходили к нам в эфир и были одним из первых представителей официальной Украины, официальной власти, которые стали нашими постоянными гостями. И каждую неделю ваши эфиры очень для нас важны, наши зрители их очень любят и всегда вас очень ждут. Поэтому спасибо большое за то, что вы были с нами в течение этого года. Спасибо большое, что вы с нами сегодня, в последний день года, в который у нас для вас, как всегда, очень много вопросов. Да, Михаил, прежде всего хочется, ну, наверное, даже несмотря на то, что сегодня 31-го, обсудить то, что произошло сегодня, очередные удары были нанесены. Ну, как вы воспринимаете, что 31-го числа вновь Россия наносит удары? Очевидное понимание у российской власти есть, что это символическая дата. Все-таки в этот день большое количество людей, они хотят от войны отстраниться, хотят, ну, хотя бы этот день посвятить празднику, но все равно эти удары происходят. Вот какое у вас к этому отношение, пардон за банальный вопрос? Ну, нам не получится отстраниться от войны, да, она у нас в любом случае каждый день, и в ней нету праздников, нету выходных, нету ночей, дней. Есть просто один большой день под названием 24 февраля, который длится уже больше 10,5 месяцев, и, наверное, мы в любом случае до конца войны будем испытывать вот это ощущение ежедневного горя, которое нам приносит представитель Российской Федерации. Вы знаете, мне кажется, что это очень-очень симптоматично, то, что делает Путин. Вот он как бы, все думают, что он достиг определенного уже уровня своей ненависти, то есть он достиг определенного уровня презрения к Российской Федерации, но он каждый раз хочет доказать всё это заново. И поэтому он наносил эти удары, я имею в виду сегодня это умышленно, они там были не так хорошо подготовлены, это были преднамеренные удары именно по центру Киева в том числе, это были преднамеренные удары исключительно символического типа, потому что они не решали даже тех задач, которые, например, атака, которая там состоялась два дня назад по энергетической инфраструктуре. Вот эти удары, они должны символизировать абсолютную разницу между Россией в её нынешнем виде и остальным миром. То есть Путин открыто, практически лично говорит, смотрите, я просто их убиваю. То есть, грубо говоря, он зафиксировал вот это, постоянно фиксирует в сознании людей, я имею в виду не живущих в Украине, а живущих в других странах, то, что эта война совершенно другого плана, в ней нету финала какого-либо другого, кроме проигрыша Российской Федерации. Иначе вот это абсолютное зло, безнаказанность, бить в центр Киева многомиллионной столицей в 31 декабря, ну, это должно поставить точку в любых разговорах по поводу «а давайте-ка мы всё-таки что-то там с Россией обсуждать, давайте-ка выходить на какие-то поиски компромиссов». Знаете, такие умудрённые сединами, с иронией сейчас говорю, аналитики говорят, «нет, военного решения проблемы России не может быть, Украина никогда не выиграет». Ага, точно, именно эти военные аналитики накануне войны говорили, «Украина не продержится и одного-двух дней против российской армии» и так далее. Так вот, смотрите, мне кажется, что 31 декабря 2022 года субъект Путин точно поставил точку в любых разговорах касательно того, как эта война должна продолжаться и как она должна закончиться. Но невозможно представить, что после вот этой войны, например, дальше по миру будет разъезжать Лавров, как ни в чём не бывало, будет разъезжать Путин, как ни в чём не бывало, и продолжат рассказывать, как они борются за мир во всём мире. Но нельзя это представить. Вот эта точка сегодня, мне кажется, окончательно эмоционально должна была бы всем людям, которые ещё как-то колебались, объяснить всё. Поезд ушёл, я имею в виду поезд, скажем так, финала войны. И таким образом, я думаю, что мы уже точно с вами будем обсуждать только вопросы правильной финализации войны, а не вопросы переговорного процесса, мирного регулирования и так далее. Михаил, вчера вышло видео министра обороны Украины Алексея Резникова, которое, мне кажется, осталось достаточно незамеченным в русскоязычном пространстве, но тем не менее вещи там были сказаны достаточно сенсационные. В самом начале ролика Резников говорит, что у него есть точная информация о том, что в течение недели или как минимум первых двух недель января, в самое ближайшее время, в России будет объявлена вторая волна мобилизации и будут закрыты границы России на выезд для всех лиц мужского пола. Это действительно очень громкое заявление, и формулировки там были серии, мне точно известно, и это министр обороны. Расскажите нам что-либо, что вы можете рассказать на эту тему, что известно украинской стороне и совпадает ли ваш прогноз с этим? Будем исходить из того, что мы сегодня после 10 месяцев войны имеем гораздо более глубокое зондирование настроений. Накануне принимаемых решений в тех или иных уровнях управленческой вертикали Российской Федерации наша разведка эффективна. В этом плане мы точно знаем, кстати, вот допустим, на примере обстрелов мы точно понимаем, когда, как эти обстрелы будут проводиться, какая примерно чистенность ракет. Понятно, что в силу старости этих ракет, например, не все, они могут быть выпущены из носителей и попасть на территорию Украины, поэтому есть разница в тех цифрах, которые мы ожидаем, и тех цифр, которые действительно попадают в нам. Поэтому на следующий день мы действительно точно понимаем, что и как планирует Российская Федерация, я имею в виду военно-политическое руководство с точки зрения продолжения войны. И здесь я абсолютно на стороне министра обороны Украины, он точен в своих формулировках. Давайте я вам зафиксирую эти позиции несколько даже шире. Первое. Очень важно просто, чтобы вы это понимали, сегодня, накануне Нового года, вы должны понимать следующее. Первое. Российское военно-политическое руководство точно не собирается заканчивать войну завтра. То есть оно точно не собирается сворачивать военную операцию, отходить на тех или иных направлениях. Ну то есть, грубо говоря, переходить в какое-то более цивилизованное русло ведения своей внешней политики. Нет. Российское военно-политическое руководство хочет эту войну в любом случае довести до какого-то внятного для неё финала. Это очень важно понимать, потому что мы здесь переходим на пункт 2. Это те ресурсные возможности, которые в России есть. Крылатых ракет практически нет. То есть это уже такой, знаете, отголоски того, что было вначале. Это крик, своеобразный крик. Мы немножко вас тут побомбим. Чисто психологически, может быть, всё-таки вы действительно упадёте на колени. Хотя тоже это понимают, что этого не будет. И поэтому вот здесь теперь главное. Переходим в пункт 3. Пункт 3. Единственная возможность Российской Федерации, имеется в виду того руководства, которое придумало эту войну, как-то удержаться ещё какое-то время, продлить свою безусловную агонию. Это мобилизация. Причём она тотальная. Она и так была всеобщей. Да, она называлась частичной, но она была всеобщей. Брали, что могли, более-менее. Сейчас будут вообще чёсом всё забирать. И, естественно, для этого нужно будет закрыть границы. Этот сценарий прорабатывался последние два месяца. И, естественно, ещё была надежда, что, например, Патрушев договорится о каких-то ракетах баллистических, которые существенно повлияют на ход войны как таковой, пока мы этого не видим с вами дальше. Был расчёт в течение этих двух месяцев, что, например, корректировка ударов по энергетической системе действительно шокирует Украину и изменит ход войны. Этого тоже не произошло. Была надежда, что европейские вот эти все голоса, которые долгое время, вы помните, я не буду называть политических лидеров действующих, но очень много было типа Кнайслов, я имею в виду людей, которые получали деньги в России, бывшие министры правительства в Австрии и ещё в каких-то странах и так далее, что они всё-таки дожмут политические элиты европейские, и они перейдут от риторики агрессивной по отношению к России, к риторике традиционной по отношению к России и будут скорее давить на Украину. Типа, например, ОБСЕ бы начало говорить, мы считаем, что все стороны виноваты, давайте, это как было в течение восьми лет, давайте-ка не делать скоропалительных выводов и давайте-ка, наверное, садиться и что-то там говорить в рамках трёхсторонней какой-нибудь группы. Но всего этого не произошло. И поэтому Россия сейчас имеет только один ресурс, как мы его понимаем, это максимальное количество мобилизованных людей, которых можно отправить на ключевые направления фронта. То есть, грубо говоря, организовать вот эти бахмутские зомби-атаки, когда вот у вас один эшелон идёт, следующий эшелон, вы их убиваете, 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 организовать ещё на трёх-четырёх направлениях. Поэтому мобилизация обязательно должна быть. Я, правда, не знаю после заявления, скажем так, Резникова, будут ли они идти под этим датам, по которым он объявил, но тем не менее мобилизация обязательно, закрытие границ обязательно и, соответственно, перевод экономики тотально на военные рельсы. Обязательно с сокращением тех или иных социальных выплат, кроме выплат на силовые вертикали и тому подобное. Весь этот анализ наша разведка даёт нам в течение последнего месяца, и, безусловно, министр обороны вышел с абсолютно объективной информацией. И, вы знаете, самое интересное в этой информации — то, что изменить течение и развитие сюжета невозможно. То есть Россия ещё… Вы смотрите, Россия объективно потеряла на следующий день, если в целом взять все потери в этой войне, это более 250 тысяч человек. Это прямые, косвенные, убитые, раненые, ампутированные и так далее, пропавшие без вести и тому подобное. Вот Россия додумается мне, что вот это нынешнее военно-политическое руководство заинтересовано в том, чтобы было утилизировано на территории Украины не менее 500-600 тысяч. Так или иначе, не только убитыми. 500 или 600 тысяч. Возможно, только это число является критическим для каких-то социально-протестных, появления социально-протестных настроений. Пока, к сожалению, Россия продолжает пить водку и танцевать с медведями, и ждать мобилизационной повестки. Михаил, хочу вам сказать отдельное спасибо за то, что когда вы ходите в наш эфир, вы готовы комментировать и комментируете высказывания российских политиков, чиновников, дипломатов. Я должна признаться, что и читать эти высказывания, и слушать — это достаточно сложно, но вы обычно находите очень правильные и чёткие слова. Сегодня, наверное, прошу вас прокомментировать выступление одного единственного человека, собственно, того самого, который развязал войну против вашей страны, Владимира Путина. Мы ещё сами не видели целиком его поздравления с Новым годом, но нам передавали кадры, которые поступили с Дальнего Востока, и там он поздравил россиян на фоне ФСОшников, переодетых в военную форму. Я знаю, что Владимир Зеленский уже прокомментировал это высказывание, сказал, что таким образом Владимир Путин пытается показать, что за его спиной, на его фоне есть какая-то военная сила, военная мощь. Хочется услышать от вас, что вы думаете на этот счёт? Потому что, например, своё скромное мнение выскажу. Мне кажется, он косплеит Владимира Зеленского. Он может косплеит или не косплеит кого-то. Знаете, для меня более важен правильный антураж. Всё-таки если человек хочет выглядеть солидно, правдоподобно, я сейчас о субъекте Путин я говорю, конечно, то ему нужно было записывать видео не на фоне каких-то мутных персонажей из ФСО, которые не имеют отношения к реалиям, происходящим сегодня. Ему нужно было бы записаться на фоне зэков, которые являются сегодня… Вот на фоне в тюремных робах должны были сзади стоять люди, и вот на фоне их он должен был сказать, мы вот этих зэков отправляем резать население других стран, народы других стран, и будем это делать, потому что мы страна преступников, которые сегодня имеют право беспредельничать не только внутри России, но и на территории других стран. Мне кажется, это было бы более солидно, сильно и точно бы соответствовало тому, что он именно делает. Вы знаете, Путин предсказуем, мы с вами это уже неоднократно разбирали, он по своему психотипу очень трусливый человек, и он очень предсказуемый. То есть, соответственно, все его действия, они сегодня, вот вчера, вчера до войны в Украине, вот эти вот все его зарисовки и постановки, и вот эта бравада, знаете, такая, как он любил разговаривать, типа он шутить умеет, вот это всё, конечно, воспринималось людьми с некой толикой страха, с некими опасениями. И сегодня все его подобные эскапады воспринимаются как театр, безусловный театр, абсурдный. Вот это видео, которое я уже видел, фотографии из этого видео, и, соответственно, я прекрасно понимаю, что это вызовет, опять же, знаете, то есть он и так десакрализирован, то есть это, опять же, это будет выглядеть как человек, который вот пропащий человек, ищущий за что бы ещё зацепиться, чтобы сказать, не-не-не, у меня ещё есть порох в пороховницах, да? То есть это вот примерно так будет выглядеть. И тем не менее, смотрите, тем не менее, я вернусь к тому, что говорил несколько минут назад. К сожалению, осознание того, что происходит в мире, осознание той трагедии, которую этот человек втянул в мир, осознание того, что сегодня эта война убивает очень много хороших людей в другой стране, — это ещё всё не наступило, наоборот. У него вот эта озлобленность просто, знаете, она с пеной просто пока из него рвётся. Он хочет так или иначе убить много людей. Просто вот сейчас его цель — даже не достижение каких-то там территориальных задач, которые он ставил, не достижение доказательства чего-либо этому миру. Нет, у него сейчас одна цель. Я хочу, чтобы вы вот это осознали. У него одна цель — руками примитивных субъектов, которых они будут мобилизовывать, у которых в жизни ничего нет, ради чего стоило бы умирать, ну, умирать я имею в виду, защищая что-то. Так вот, руками этих людей он хочет просто убить как можно больше украинцев и разрушить как можно больше украинской территории. Ему всё равно, что он проиграет эту войну. Я опять же хочу на этом сделать акцент. Ему всё равно, что ДНР и ЛНР никогда не будут не признаны никем. Их вообще не будет как территорий каких-то. Он это тоже прекрасно понимает. Все эти имитационные игры мы тут Конституции подписываем, мы референдумы проводим, мы принимаем какие-то новые территории куда-то. Он прекрасно внутренне уже понимает, что всё это фикция для всех очевидная. Но вот эту фикцию используя, он хочет убить максимальное количество людей, разрушить максимальное количество гражданской инфраструктуры и, соответственно, затянуть как можно больше эту войну, чтобы причинить большие страдания, максимально большие страдания и Украине, и другим странам, потому что всё-таки война отражается на всех. Вот вы сейчас показываете безумно точную характеристику того, что делает субъект Путин. Вы знаете, мне кажется, что нужно быть слепым, глухим и не иметь обоняния, чтобы всерьёз рассуждать об этой войне в каких-то прагматичных тональностях. Это исключительно геноцидного, эмоционально неоправданная война, которую ведёт лично субъект Путин. Да, он использует Россию как страну, как ресурс, как мобилизационный резерв и так далее. Но прежде всего, безусловно, он эту страну поставил на колени 20 лет назад, вернее, ставил в течение 22 лет. Безусловно, сегодня интеллектуальный уровень России чрезвычайно впечатляет своим отсутствием как таковым. Но, тем не менее, ключевая сейчас тема должна быть это попытка Путина реализовать свою ненависть через масштабизацию убийств украинского населения как такового. Михаил, нам невероятно больно, нам невероятно грустно от того, что в день, который должен быть праздничным, ваша страна подвергается таким жестоким атакам, продолжает им подвергаться уже 311-й день. Это событие, которого никогда не должно было быть, и, тем не менее, мы его наблюдаем, мы знаем, что Украина уже победила в этой войне, но, к сожалению, продолжает и будет продолжать еще какое-то время платить очень жестокую цену. За это наше главное пожелание вам, как представителю Украины, как просто человеку, с которым мы общаемся все эти 10 месяцев эфире, и через вас всем украинцам, чтобы эта война как можно скорее закончилась, чтобы как можно меньше людей погибло, чтобы как можно меньше людей пострадало, потеряло дом, чтобы люди могли вернуться назад и жить свою жизнь. Мы очень хотим, чтобы это пожелание сбылось как можно скорее. Мы будем делать все возможное, что от нас зависит, чтобы с нашей стороны сделать для этого хоть что-то. Нас сейчас смотрит более 10 тысяч человек, наша аудитория преимущественно российская, и мы бы хотели попросить вас тоже, в свою очередь, может быть, какое-то пожелание нашим зрителям, тем людям, которые находятся на стороне добра, тем людям, которые вместе с нами сейчас желают победы Украине, вместе с нами желают смерти или суда Путину. Может быть, вы сможете сказать что-то им в ответ? Конечно, смогу. Во-первых, спасибо вам большое. Это важно, когда люди правильно ставят акценты и понимают причины и следствия. Что я могу пожелать? Я могу сказать, что вы очень большие умницы, те люди, которые выбрали сторону добра, и вы просто должны оставаться на этой стороне, чтобы увидеть, как справедливость будет восстановлена в полном объёме. Мы, несомненно, доведём начатое до конца. Мы, несомненно, доберёмся до каждого из этих субъектов, несмотря на, включая Путина, несмотря на все их бравады, на все их заявления, на все их мобилизации и так далее. У нас нет другого пути. Вы просто должны будете посмотреть на дорогу, по которой мы пройдём. Эта дорога, я не хочу использовать пафос как таковой, но это действительно дорога героя, потому что по этой дороге не все готовы идти до конца. Многие ломаются, многие поворачивают, многие отворачивают или прячутся на обочинах. Но у нас вариантов нет. Мы в любом случае дойдём до этого конца. И поэтому, конечно же, мы понимаем, что зло такого типа, которое сегодня генерирует субъект Путин, безусловно, должно быть наказано. И, к нашему огромному сожалению, это надо было делать на моменте, когда оно только рождалось. То есть когда было видно, вот особенно в 1999 году, когда начиналась Вторая Чеченская война, было видно типаж этого субъекта, куда он хочет зайти, что он будет делать и так далее. Но, тем не менее, мы доделаем свою работу, мы обязательно будем там, где должны быть, я имею в виду на финише, на правильном финише, и мы финализируем эту войну правильно. А вам я хочу пожелать просто терпения, что наши эмоции бывают очень злыми иногда, потому что мы считаем, что, в принципе, все русские так или иначе виновны в том, что сегодня мы имеем такую трагедию на нашей земле. Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы понимали, мы умеем правильно ставить акценты, мы умеем отличать зло от добра, мы умеем ценить классных людей, и мы потом скажем большое и огромное спасибо всем, кто нас на этом пути поддерживал. С Новым годом вас! Спасибо большое! Спасибо большое, Михаил! С Новым годом! Спасибо, что смотрите нас! Для того, чтобы мы продолжали свою работу, нам нужна ваша поддержка. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...